«Кнотисе Аутон» — «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Марины Аствацитурян на Первом медицинском канале. Поройков Владимир Васильевич, профессор, заведующий отделом биоинформатики научно-исследовательского института имени Ореховича, окончил кафедру биофизики физического факультета МГУ. Исследования по кандидатской диссертации проводил в Институте молекулярной биологии имени Энгельгарта, по докторской в институте, который сегодня реорганизован в Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии Российской академии наук. Профессором Поройковым создана научная школа по проблеме анализа химико-биологических взаимодействий методами медицинской биоинформатики, получившая признание в Российской Федерации и во многих странах мира. Поройковым с сотрудниками разработаны оригинальные компьютерные программы для оценки более 5000 видов биологической активности, включая мишени терапевтического действия и вероятные побочные эффекты фармакологически активных веществ. Владимир Поройков – член Редколлегии ряда отечественных и международных журналов. Его основные научные интересы – биоинформатика, хемоинформатика и компьютерное конструирование лекарств. Профессор Поройков в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Владимир Васильевич. Добрый день. В этом выпуске, вопреки традиционному для нашей программы представлению человека как объекта эволюции и части природы, речь пойдет о другом, речь пойдет о лекарствах. Но не просто о лекарствах, как о средстве борьбы с какими-нибудь определенными недугами конкретными, а о возможности их многоцелевого применения, которое, собственно, имеет естественные предпосылки. Природа экономна. Один ген – это уже далеко не всегда. То есть уже, потому что мы уже знаем, что это не всегда кодирование одного белка. Один белок – это уже не одна функция. Одна молекула, там, РНК – уже не одна функция. Ну и вот, исходя из этой экономии, возможно, лекарства также могут оказать несколько эффектов, попадая в наш организм взаимодействием с таким вот сложным организмом, неоднозначным, каким является любой, наверное, живой организм. А биоинформатики, они способны просчитать такие последствия. И, собственно, для начала мы сейчас узнаем, что такое репозиционирование лекарств. Пожалуйста, вам слово, Владимир Васильевич. Спасибо большое за приглашение. И начнем. Начнем мы с цитаты Сира Джеймса Уайта-Блэка, который был Нобелевским лауреатом за открытие важных принципов лекарственной терапии. И цитата относится к его Нобелевской лекции, в которой он сказал, что наиболее плодотворной основой для открытия нового лекарственного препарата является изучение свойств старого лекарственного препарата. Ну, вроде бы такая незамысловатая цитата, но она достаточно многослойна. То есть за ней может крыться и экономические аспекты создания лекарств, то бишь дженерики, которые создаются на основе каких-то уже открытых препаратов. Известно, что, например, ингибиторы англотензин, превращающие ферменты, начало которым положил каптаприл, дали целое поколение лекарств. Энаприл, эналаприл, монаприл, квинаприл и так далее. То есть это препараты примерно одного химического строения, но отличающиеся от первоначального, так сказать, препарата. Но, если вдуматься, то, может быть, за этой идеей стоит и более глубокая мысль, которая связана с тем, что, вообще говоря, открытие новых лекарств базируется на анализе огромных массивов информации, уже накопленных человечеством ранее. Это и, в общем-то, механизмы возникновения заболеваний, это и мишени, на которые нужно воздействовать в организме, модуляция которых приведет к нормализации патологических процессов. Это элеганды, которые могут оказать соответствующее воздействие. И, по сути, каждый раз, когда создается новый препарат, он является, кроме того, что неким медицинским средством для лечения патологии, в то же время неким реагентом для исследования функций живого, в том числе и человеческого организма. Итак, что же такое репозиционирование лекарств? Это процесс установления новых видов применения, которые выходят за рамки первоначальных медицинских показаний для существующих препаратов. Это определение дано в статье Ашбурна и Тора, опубликованной в Drug Discovery Today в 2004 году. По сути дела, это первая аналитически обзорная работа, посвященная репозиционированию лекарств. Есть понятие применения лекарственных препаратов вне инструкции. Это назначение, выписывание лекарственного препарата конкретному пациенту по жизненным показаниям, отличным от показаний для применения, которые содержатся в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата. В FDA есть несколько отличное определение. В общем, оно примерно соответствует тому, что есть в нашем приказе Минздрава о внесении изменений в порядок назначения выписывания лекарств. Но вместе с тем репозиционирование... То есть, этот приказ узаконивает такое назначение, делает его приемлемым с юридической точки зрения? Ну, совершенно верно. То есть, в принципе, врачи могут в некотором роде на свой страх и риск, обладая достаточно серьезными биомедицинскими знаниями, иногда применять препараты по новому назначению, не указанному в инструкции. Вместе с тем, конечно, это некий риск, особенно, конечно, риск за рубежом, риск судебного преследования в случае негативных последствий такого рода применения. Тем не менее, ну, скажем так, творческие, продвинутые, в общем-то, медицинские работники иногда пользуются этим и применяют лекарства вне инструкции. Тематика репозиционирования лекарств чрезвычайно, в общем-то, популярна нынче. Ну, здесь вот скриншот статьи в Nature, можно ли научить старое лекарство новым фокусом. Другая статья называлась «Можно ли научить старого собаку новым фокусом?» Сейчас проводятся специализированные конференции по репозиционированию лекарств. Есть специальные веб-сайты, которые посвящены тоже репозиционированию лекарств. И если посмотреть на рост числа публикаций по репозиционированию лекарств, здесь приведены различные синонимы, которые характеризуют данный термин. Мы видим, что наблюдается практически экспоненциальный рост. Понятно, что данные за 2019 год не полны, они будут полными где-то к марту, апрелю следующего года. Чем же так замечательно репозиционирование лекарств? Ну вот в нашей главе в книжке «Инсилика драг-дизайн» вместе с Дмитрием Сергеевичем Дружиловским мы привели соответствующие оценки, что если просто создавать лекарства, это требует 10-12 лет работы, стоимость будет 1-2 миллиарда долларов и шанс на успех от 0,1 до 1,1%. Репозиционирование оценивается в 1-2 года работы, стоимость 2-10 миллионов долларов и где-то 25% шанс на успех. Понятно, что это достаточно привлекательное направление работы в современных условиях. Каковы же преимущества репозиционирования лекарств для общества? Это возможность открыть что-то новое для терапии ранее неизлечимых заболеваний. Это возможность выявить более эффективные терапевтические средства, заместить дорогостоящие препараты более дешевыми, но не менее эффективными. Ну и, наконец, убрать побочные эффекты у некоторых известных препаратов. Для фармацевтической промышленности, соответственно, те оценки, которые мы дали, финансовые, временные, они очевидны. И сегодня есть более 2000 препаратов, которые не вошли в медицинскую практику по разным причинам, но на них достаточно большое досье уже изученной информации о их взаимодействии с организмом. И это число ежегодно увеличивается на 150-200 препаратов. То есть есть потенциальная возможность использовать этот багаж в последующих, в общем-то, медицинских применениях. Ну и, наконец, бизнес-модель репозиционирования лекарств достаточно жизнеспособна, и объем рынка репозиционированных лекарств также достаточно солиден. Это 200 миллиардов по оценке Томпсон-Ройтерс. Понятно, что эти преимущества не могли не остаться без отклика. Ну, в частности, вот согласно оценке Национальной глобальной сети исследований рака, примерно 75% в США лекарств применяется вне инструкции. Создана специальная программа Национального центра развития трансляционных наук для проектов по репозиционированию лекарств. Ну и, наконец, Всемирный центр здравоохранения и медицины инициировал создание скрининговой платформы для исследования возможностей применения известных лекарств с целью терапии редких орфанных заболеваний. Это лишь некоторые данные. На самом деле, можно найти много других инициатив в этом направлении. Приведем некоторые примеры репозиционированных лекарств. Это ацетилсалициловая кислота или аспирин, который является нестероидным противовоспалительным средством, но впоследствии было открыто антиагрегантное действие. И сегодня кардиоаспирин достаточно хорошо известен среди пациентов и, в общем, здоровых людей для предотвращения определенных заболеваний. Ну, тоже достаточно знаменитый препарат талидамид. Мы о нем поговорим чуть подробнее дальше. Вот, значит, первоначальное применение седативное. Далее были открыты антилепрозные противоопухолевые свойства у этого препарата. Зидовудин, широко применяемый сегодня для терапии ВИЧ-СПИД, первоначально был введен в медицинскую практику, а как противоопухолевые лекарства. Вообще говоря, таких примеров сегодня уже сотни можно насчитать. И вот на тех порталах, о которых я говорил, специально посвященных репозиционированных лекарств, приведены данные по репозиционированным препаратам. Если посмотреть, на какой же основе создавались лекарственные препараты в 20 веке, то это связано с идеей Пауля Эрлиха о том, что селективное воздействие на определенную фармакологическую мишень можно достичь нормализации патологического процесса. Это так называемое представление о магической пуле. Но сегодня мы знаем, что, как правило, каждый лекарственный препарат, а вообще, вероятно, все лекарственные препараты, проявляют плеотропное действие, то есть множество различных фармакологических эффектов. Поэтому началось движение от магической пули к анализу регуляторных сигнальных сетей, потому что, воздействуя на определенную фармакологическую мишень, мы должны учитывать также различного рода обратные связи в этих регуляторных сигнальных сетях, которые иногда приводят к нивелированию желательного фармакологического эффекта. А иногда, если вы хотите воздействовать на несколько узлов в этой сети, вы можете, наоборот, добиться синергизма действия, так сказать, одного или нескольких препаратов. И уже сейчас говорят не о магической пуле, а о магическом автомате. From magic bullet to magic shotgun. Значит, ну, вот пример плеотропного действия – это ацетаминофен. Про него сегодня известно несколько десятков различных мишеней, с которыми он связывается. Ну, известно, что помимо его тоже нестероидного противовоспалительного действия есть еще и гепато-токсическое действие, которое особенно хорошо проявляется при передозировках. Но, естественно, что и, так сказать, могут быть и диосинкратические реакции на ацетаминофен, парацетамол, в русскоязычном варианте. Но самое важное, что на самом деле не про один лекарственный препарат мы не знаем всех аспектов его биологического действия. То, что мы знаем, это то, что изучено. Причем изучено на конкретном уровне развития биомедицинской науки. На тех мишенях, на тех тестах, которые к этому моменту были созданы. Но новые мишени открываются, если не ежедневно, то еженедельно. Новые тесты создаются тоже постоянно. Поэтому, в принципе, даже от такого старого препарата, введенного в медицинскую практику более 100 лет назад, можно ожидать открытия каких-то новых эффектов. Сложности открытия лекарств связаны еще с тем, что, естественно, в доклинических исследованиях такого рода изучения проводятся на экспериментальных животных. А результаты тестирования далеко не всегда переносимы на человека. В 93-м году я был на фирме Санкио в Японии, где нам рассказали историю открытия препарата Правостатин. То есть, ин витро этот препарат проявил соответствующее действие, как ингибитор редуктазы, что давало основания для его последующего применения в качестве лечения холестерин и мей. Но ни на крысах, ни на мышах такой эффект не наблюдался. И вообще говоря, фармацевтическая компания могла на этом этапе разработку прекратить. Но разработчики оказались достаточно настойчивыми. Они протестировали препарат на достаточно нетрадиционном для фармакологии объекте на курах. И он проявил там гипохолестеринемический эффект. Далее такой эффект был найден на кроликах, на собаках. Далее в клинике на человеке. И препарат стал блокбастером. Каким же образом открываются новые свойства у уже известных препаратов? Это могут быть случайные находки, анализ медицинских текстов. Это могут быть установления новых механизмов патологического процесса. Наблюдение неожиданных побочных эффектов. Установление новых мишеней. Могут быть идентификация соединений, модулирующих особый фенотип заболевания. Либо установление новой роли каких-то известных мишеней. Рассмотрим несколько примеров. Толидомид. Я уже говорил, что первоначально толидомид был введен в медицинскую практику, как седативное. И в частности был рекомендован для терапии ранних токсикозов при беременности. Очень скоро у новорожденных начали проявляться дефекты скелета. И, соответственно, препарат был выведен из употребления. И фирма получила достаточно большие штрафы. Хотя, если вдуматься, возможно, в тот момент она и не была особо виноватой. Поскольку фирма изучила безопасность препарата согласно действующим на то время инструкциям на мышах и на крысах. И на самцах причем, как мне сказали, что важный момент такой. Про самцов... Физиологи говорили. Возможно. Я вот таких деталей, честно говоря... А эффект проявился на самках, условно говоря. Нет, значит, на самом деле на крысах и на мышах этот эффект вообще не проявился. Я имею в виду дефект. Дефект, конечно, да. Но если даже там были самки, то на крысах и на мышах тератогенный эффект талидомида не проявляется. И, собственно говоря, вот эта вот талидомидовая трагедия привела к изменению стандартов тестирования безопасности лекарственных препаратов. То есть на сегодняшний день обязательно для тестирования тератогенности используются три вида экспериментальных животных. В частности, морские свинки, кролики. На них эффект талидомида вполне себе проявляется. Но, казалось бы, забытый препарат. Впоследствии, тем не менее, были найдены два свойства. Это антилепрозное действие и антиангиогенное для лечения множественных меланом. Естественно, что сейчас он рекомендован по этим применениям с учетом того, чтобы не применять у беременных. Вообще, вокруг талидомида можно целую историю написать. И, в принципе, такие статьи существуют. Потому что он еще... Там что-то еще с хиральной частотой было. Совершенно верно. То есть, там есть как бы эс-энантиомер. Один из них более активен, но не на тератогене, а на второй тератогене. То есть, вообще говоря, можно и почистить, и, соответственно, использовать стереоизомер, который не обладает тератогенным эффектом. Другой препарат. Это финостерид. Ингибитор 5-альфа-редуктазы. Значит, первично был введен в медицинскую практику для терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Вот. И его мишень, на самом деле, как впоследствии стало ясно, может использоваться для терапии аллопеции. И сейчас, если войти на сайт FDA, то можно видеть, что есть два разрешенных к медицинскому применению препарата. Проскар и пропетия. Причем эти препараты отличаются друг от друга по дозировке в 5 раз. То есть, для лечения облусения дозировка в 5 раз понижена. Вот, да. И в инструкциях на эти препараты написано, что, значит, один не может применяться для другого. И наоборот. Не взаимозаменяемый. Не взаимозаменяемый. Но вообще взаимозаменяемость – это узкое место с точки зрения фармацевтической промышленности. Потому что при репозиционировании довольно сложно иметь некую эксклюзивность при внедрении препарата в практику. Потенциально, если препарат уже есть, то врач может использовать off-the-label, значит, по соответствующему назначению. Поэтому вот в фармацевтической промышленности есть на сей счет разные точки зрения. Но есть такой препарат, как метатриксат, изначально введен в медицинскую практику как противоопухолевый, ингибитор дегидрофалат редуктазы. Впоследствии позже его использовали для лечения других видов опухолей. А далее было открыто, что он еще действует на NF-капаби и ТНФ-альфа сигнальные пути. И он может использоваться как противовоспалительное, в частности, для лечения артрита. Популярной в анализе медицинских текстов является, значит, так называемая ABC-модель Свансона. То бишь, если между каким-то веществом и мишенью, и мишенью и болезнью, в данном случае в применении к поиску лекарств, есть какие-то ассоциативные связи, то можно предположить, что это вещество может действовать на соответствующую болезнь. И сейчас созданы тоже специальные биоинформатические средства для анализа медицинских текстов именно с этой целью. Ну и в частности, значит, один из примеров, это как раз открытие новых возможных применений для талидомида. Статья вот опубликована в 2003 году, где были предсказаны еще дополнительные действия, что позволило выдвинуть гипотезы, что талидомид может быть использован для терапии острого панкреатита, хронического гепатита С, который индуцирован хеликобактером, и миостынией. Но валидация этих гипотез, естественно, по мнению автора в этой статье, требует дополнительных экспериментальных клинических исследований. Но надо сказать, что мы провели поиск в подмеде, и для острого панкреатита и хронического гепатита С нашли первые статьи, которые, в общем, в доклинических исследованиях подтверждают, что такие эффекты действительно у талидомида наблюдаются. Но можно ли как-то эти эффекты открывать не случайным образом, а систематически? Вильям Йоргенсен опубликовал такую тоже аналитическую статью в журнале Science в 2004 году, где он сказал, что очень часто люди задают вопрос, а есть ли действительно случаи, когда на рынок выведено лекарство, дизайн которого был осуществлен компьютером. Спрашивая это, люди предполагают, что ответ будет, конечно, нет. После чего они решат, что очень хорошо, что они не тратили время на изучение компьютерной химии, биоинформатики, хемоинформатики, и пойдут заниматься дальше своими мокрыми экспериментами. Капанин. Да. Вместе с тем, на сегодняшний день, в общем, нет ни одного препарата, которое было открыто в той или иной мере без использования компьютеров. И люди, которые владеют соответствующими техниками, получают достаточно серьезный, ну, скажем, приоритет в исследованиях по сравнению с людьми, которые этими техниками не владеют. Далее я расскажу о нашей разработке, которой в этом году исполнилось 30 лет, поскольку начали мы эту разработку, в общем-то, в далеком 89-м году. Вот, которая основана на анализе более миллиона структур и данных о биологической активности, известных фармакологически активных веществ. На основе этого анализа можно прогнозировать с достаточно высокой степенью надежности более 5000 различных фармакологических эффектов, биохимических механизмов действия, действия на нежелательные мишени, действия на систему метаболизма, генную экспрессию и так далее. Разработка этой программы связана с именем Дмитрия Алексеевича Филимонова, который до сих пор работает в нашей лаборатории. Значит, как же осуществлялся этот процесс разработки? Из самых разных источников мы собирали информацию о структуре и активности веществ, создавали так называемую обучающую выборку, далее проводили процедуру обучения с использованием наших оригинальных МНА-дескрипторов и математического метода, основанного на байсовских оценках. В результате этого получалась база знаний. Вводя в программу новую молекулу, можно было получить результаты прогноза для этой новой молекулы. Что важно, вся вот эта вот машина, она должна крутиться очень согласованно друг с другом. Тогда это обеспечивает достаточно высокую точность и надежность получаемых результатов прогноза. Ну вот пример, как же мы прогнозируем вид активности. То есть, вводя структуру нового соединения, мы получаем некую оценку вероятности наличия и отсутствия конкретных видов активности. На выходе получаем спектр активности с двумя вероятностями. Вероятность наличия и вероятность отсутствия биологической активности. Ну и далее этот спектр можно анализировать. На основе его можно отобрать вещества, которые приоритетны для, например, синтеза и исследования активности. А можно для известных лекарств отобрать направление тестирования тех или иных препаратов. Значит, ну вот в данном случае пример прогноза для препарата клопидогрелл. Значит, антиагрегантное действие прогнозируется с достаточно высокой вероятностью. Прогнозируется довольно много других эффектов. Но на самом деле анализ публикации по препарату клопидогрелл, в общем, свидетельствует о том, что более 100 различных видов биологической активности для этого препарата известны. Ну и большая часть их, в общем, нами успешно прогнозируется. Для анализа результатов прогноза Алексеем Лагуниным была сделана программа «Фармаэксперт». То есть здесь в качестве входа используется, собственно, прогноз ПАС. Далее можно визуализировать взаимосвязи между различными видами активности. Можно, соответственно, перейти на внешние ресурсы, которые позволяют понять, как те или иные биологические мишени связаны с биологическими процессами. Это такие ресурсы, как КЕК, NCI Pathways, Reactome, Gene Anthology. Ну и далее можно использовать это для поиска каких-то новых эффектов для известных лекарств. Поскольку ПАС прогнозирует более 5000 видов активности, то можно, в принципе, для набора соединений, ну в частности, для набора лекарств, искать что-то такое по сложным достаточно запросам. В частности, здесь запрос сформулирован как антигипертензивное, ингибитор ангиотензим превращающего фермента, но не мутаген, то есть можно отбирать вещества, которые вот обладают неким комплексом свойств. И поскольку 5000 видов активности могут комбинироваться в любых вариантах, то вы понимаете, что фантазия исследователя в данном случае вообще позволяет много чего искать. Один пример – это пример поиска новых эффектов у известных антигипертензивных препаратов. С достаточно высокой вероятностью для ряда ингибиторов ангиотензин превращающего фермента мы спрогнозировали, что может быть неотропный эффект. Этот эффект был подтвержден в фармакологических исследованиях в Институте фармакологии имени Закусова. Было показано, что перимдоприл, квиноприл и моноприл улучшают показатели патрулирования в крестообразном лабиринте подобно пироцетаму-миклофеноксату, но дозы существенно ниже. И впоследствии независимыми исследователями из Ирландии этот эффект был подтвержден в клинике. Еще один пример – это наша совместная работа с индийскими коллегами. Мы проанализировали возможные новые эффекты у фитокомпонентов, входящих в состав 50 лекарственных растений, входящих в традиционную индийскую медицину Айурведа. Кроме этого примера есть и другие, но я остановлюсь только на нем. Для фитокомпонентов Ахирантес Аспера, соломоцвет шероховатый, который используется в народной медицине для лечения астмы, кровотечения, фрункулеза, бронхита и так далее, ранее антидепрессантное действие известно не было. Но мы спрогнозировали, что есть механизмы действия, которые могут обуславливать антидепрессантный эффект. И наш коллега из университета в Патиале, Панджабского университета, подтвердил это в своих фармакологических экспериментах и показал, что прогнозируемые механизмы действия действительно имеют место быть. Еще один пример связан с работой наших европейских коллег в рамках проекта, посвященного изучению, поиску препаратов для лечения синдрома раздраженного кишечника. Для препарата клоритромицин, известного антибиотика, был спрогнозирован, что он может использоваться для терапии этого самого синдрома. И в эксперименте это было тоже подтверждено. Публикация сейчас опубликована в BioArxivs только в этом году. Но коллеги пишут статью в более серьезные журналы с высокими импакт-факторами. Основываясь на нашем опыте, мы на самом деле реализовали около 15 различных веб-сервисов, которые прогнозируют не только фармакологические эффекты и механизмы действия, но и множество других различных эффектов. И, соответственно, можно использовать эту платформу Way2Drag для репозиционирования лекарств. Статистика использования достаточно обширна. То есть у нас есть более 24 тысяч пользователей из 100 стран. И из России более 6 тысяч пользователей. На сегодняшний день есть более 600 публикаций, в которых результаты прогноза использованы для определения приоритетов синтеза и биологического тестирования. Мы постоянно сравниваем, сейчас есть и другие ресурсы, мы постоянно сравниваем наши методы с другими. Ну и пока мы считаем, что как-то делать объединенную платформу, то бишь использовать консенсусный прогноз смысла нет, поскольку мы, в общем, пока достаточно успешно это делаем без учета. Справляемся пока, да, пока справляемся. Как будет дальше, не знаю, но пока так. Наконец, в рамках специального проекта российско-индийского, поддержанного Российским научным фондом, мы сделали некие веб-ресурсы для специального репозиционирования лекарств. Ну и с учетом интересов индийских коллег, в общем, выбраны были несколько фармако-терапевтических областей, на которых мы сконцентрировались, которые актуальны в той или иной степени для России и для Индии. Что сегодня есть на этих веб-ресурсах, которые свободно доступны в интернете? Есть ряд баз данных по фармакологическим мишеням, по известным лекарственным препаратам, по фармацевтическим субстанциям, которые зарегистрированы в России. Есть, как я уже сказал, около 4 тысяч молекул зарегистрированных в мире лекарственных препаратов. Не только FDA, сегодня это World Wide Approved Drugs. Ну и тут приведены некие статистические данные для избранных болезней, но, естественно, что здесь для самых разных медицинских показаний, не только для избранных болезней. Если ввести, например, тот же самый Периндаприл, то можно быстренько получить соответствующую информацию о нем. Ресурс англоязычный, за исключением лекарств, зарегистрированных в России. Можно кликнуть на иконки PASS и немедленно получить соответствующий прогноз. Можно перейти на сайт администрации по лекарствам и пищевым добавкам Соединенных Штатов, получить всю информацию о Периндаприле. Можно перейти на сайт Кембл, который поддерживается Институтом биоинформатики и МБЛ, и получить всю информацию о этом препарате тоже. А, вот здесь у нас как раз спектр биологической активности для Периндаприла. Ну и видно, что с достаточно высокой вероятностью прогнозируется наотропное действие, о котором мы уже упоминали, которое было подтверждено экспериментально. Таким образом, здесь можно в один клик получать прогноз PASS для установленных, для разрешенных к медицинскому применению лекарственных препаратов. Ну, как я уже сказал, значит, субстанции лекарственных средств, зарегистрированных в России, представлены в русскоязычном варианте. Вот, информация о молекулярных мишенях в основном для тех заболеваний, которые были целевыми, так сказать, также здесь доступна. Можно посмотреть, какие именно механизмы действия. И можно перейти также на внешние ресурсы, которые дают дополнительную информацию об этих молекулярных мишенях. Но, значит, я хотел бы процитировать еще одного Нобелевского лауреата, нашего выдающего соотечественника Ивана Петровича Павла, которому совсем недавно праздновалось 170-летие со дня рождения, который сказал в 894 году следующее высказывание. «Вполне безупречная проверка в лаборатории терапевтического империзма составляет, по моему мнению, весьма трудную и сейчас во многих случаях, наверное, неосуществимую задачу. В лаборатории действие средства изучается, конечно, только относительно тех функций организма, которые более-менее изучены современной физиологией. Лекарство же в руках терапевта может быть полезно как раз вследствие его отношения к таким сторонам жизненного процесса, которые еще не уловлены или не уяснены физиологией. Таким образом, физиологический анализ действия лекарственных средств хронически страдает неполнотой. Поэтому одной из целей фармакологической деятельности надо считать постоянное расширение рамок этого анализа, введение в постоянную систему его таких пунктов, которые все еще мало привлекают к себе внимание фармакологов. Он предсказал биоинформатику. Ну, на самом деле он предсказал все, потому что, если мы на место физиологии поставим биохимию, молекулярную биологию, всякие омик науки, геномику, протеомику, биоинформатику в том числе, но экспериментальные науки, то мы понимаем, что все они так или иначе дают срезы определенных биологических процессов. Но эти срезы явно не полны. Что мы знаем, в общем, мы знаем то, что мы... Как много мы не знаем. Как много мы не знаем. Не все это осознают. Очень часто, так сказать, хайповые тематики считают, что мы знаем все и вылечим все болезни. Но на самом деле это не так. Поэтому это очень, на мой взгляд, современное высказывание, которым должны руководствоваться такие непредвзятые исследователи. Ну и наконец, переходя к резюме, я думаю, что я попытался здесь показать, что репозиционирование, то бишь применение препаратов по новым показаниям, это одно из современных направлений поиска новых фармакологических веществ. И методы медицинской биоинформатики позволяют идентифицировать наиболее перспективное направление исследований в данной области. Ну, я кратко осветил созданную нами для этой цели платформу для репозиционирования лекарств way-to-drug. Но, конечно, работа только начата. И дальнейшее развитие этой платформы требует интеграции экспертной оценки многоаспектной информации, разрешения функциональности и так далее. И мы, в общем, очень надеемся, что вокруг этой платформы будет определенное комьюнити или общество, которое поможет как в развитии этой платформы, так и многим исследователям в тех конкретных областях, где они работают. Ну, мне кажется, это конец презентации. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир Васильевич. По скриптуме я бы хотела обратиться вновь к вашему финальному слайду, к последнему его пункту и попросить вас представить нам, если возможно коротко, как осуществляется сотрудничество конкретно вашей группы с этими разнопрофильными специалистами. Я знаю, что вы много выступаете на различных съездах, там есть в том числе и врачи на медицинских форумах различных. К вам подходит после докладов, как воспринимается Way2Drag платформа, как это воспринимается людьми разных других специальностей. И есть ли результат от того, что вы это выносите на публику, как скоро получается отклик? Я уже упоминал, что на текущий момент у нас есть около 24 тысяч пользователей нашей платформы из 100 стран. Есть свыше 600 работ, которые опубликованы. Но вы не знаете, кто они? Почему? Знаете? Ну, потенциально мы знаем. Есть, конечно, проблема персональной информации. Поэтому мы эту информацию не накапливаем, не храним. Но в обобщенном виде мы же можем с помощью Google Analytics понять, кто чего. Кто откуда хотя бы. Кто откуда. Из медицинского учреждения, из университета. Кроме того, опять же, с помощью Google я ежедневно получаю алерты на тему о том, что а вот ваша работа процитирована в такой-то статье. Практически ежедневно. Вот сегодня утром я получил такой алерт. Как правило, я пытаюсь получить доступ к этой статье. Это не всегда просто, но иногда это возможно просто за счет доступа к электронным библиотекам. Иногда я прошу авторов прислать эту статью, и они довольно охотно откликаются. Поэтому эту аудиторию мы, в общем, достаточно хорошо представляем. Она разношерстная, от медицинских химиков до действительно врачей. Совсем недавно ко мне обратились люди из неожиданной области, из компании, которые занимаются созданием тканей и производством джинс, деним. И сказали, что у них есть... Просчитать, какой цвет будет у краски. Не совсем так. Что у них есть 15 соединений, которые они синтезировали с целью своей. Но они считают, что у этих 15 соединений есть перспектива коммерческого использования в области лекарств. И послать соединения в интернет, которые не гарантируют конфиденциальности результатов, они не могут. И они предлагают, чтобы мы поискали какой-то способ взаимодействия с подписанием соглашения конфиденциальности, с попыткой найти что-то новое для их известных лекарственных препаратов. Как интересно. Ну, вот мне тоже это было интересно. Но этот проект, он, что называется, еще возник менее недели назад. Мы еще долго будем обсуждать. Жизнь показывает, что, как правило, взаимоотношения с фирмами, это непростой процесс, так сказать. У них много юристов и менеджмента, который, так сказать, выставляет самые разные требования. Ну, я могу сказать, что много лет назад, то бишь, немного, но где-то лет наверное 8 назад у нас был некий контракт с компанией ТЭВА, которая очень сильно настаивала на введении пункта конфиденциальности о том, что мы должны будем покрыть вообще все возможные сдержки в случае разглашения этой самой коммерческой тайны. Ну, контракт был небольшой, там где-то тысяч на 5 долларов, вот, но вот в этот момент я им написал, что, вероятно, мы можем подписать такой пункт, но тогда это будет стоить не 5 тысяч долларов, а 500, 5 тысяч долларов, потому что 500 тысяч долларов уйдут на страховку, вот в варианте такого вот как бы пункта. Но этот пункт был снят, реально, аудитория очень разнопрофия. Я имею в виду такую гипотетическую и идеальную ситуацию. Вот сидит терапевт, к нему пришел сложный пациент, ему по разным показаниям нельзя то, что обычно таким пациентом прописывается. Вот он взял в лес эту платформу и посмотрел, чем можно заменить для уникального такого пациента, которому не подходит то, что традиционно при таком диагнозе такое состояние. Ну, понимаете, значит, это очень действительно идеализированная ситуация. Все мы прекрасно знаем, как терапевты сегодня перегружены большим количеством бумаг и так далее всего остального. В общем, в редких случаях... То есть он терапевт частной клиники, где его никто 15 минутами, наверное, не ограничивает все-таки? Ну, видите ли, я бы сказал так, я был бы рад взаимодействию с таким терапевтом. То есть, если в результате нашей сегодняшней записи или лекции возникнут такие люди, которые захотят с нами взаимодействовать, я буду очень рад. Вот, да. Ну, я как бы всегда открыт к взаимодействию и... Ну, это взаимообогащает. То есть вы видите проблему с разных точек зрения. Одно дело, когда мы смотрим со своей, как говорится, колокольни на уровне своих знаний. Другое дело, когда вот, ну, собственно, можно вернуться к цитате Павлова, что у фармаколога или у клинициста у него есть свое понимание, как лекарство взаимодействует с организмом. Поэтому, если такие люди найдутся, я буду очень рад и, как говорится, приглашаю их к сотрудничеству. Еще раз большое спасибо, Владимир Васильевич. Спасибо за приглашение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!